С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 31 января. Международный день ювелира. Во всем мире они, ювелиры, отмечают свой профессиональный праздник. Отмечают это по-настоящему. Делают нашу жизнь прекрасней. Считается, что идея создания этого праздника впервые возникла в 2002 году на фестивале Золотое кольцо России, который проходил, между прочим, в Костроме. В этот день появились на свет в 1797 году Франц Петер Шуберт, австрийский композитор, основоположник камерной вокальной музыки. Один из первых великих представителей музыкального романтизма. Написал он 8 симфоний и более полутысячи произведений для голоса. В 1902 году родился Алексей Грибов, актер МХАТа, народный артист СССР. Сыграл более 60 ролей и является до сих пор любимым актером для многих наших граждан. В 1911 году в этот день, 31 января, появилась на свет знаменитая Ванга, Вангелия Пандева-Гущерова, болгарская прорицательница. А в 1921 году родился Альфредо Арнольд Кокотца, более нам известный как певец Марио Ланца. В 1939 году родился Александр Пороховщиков, актер советский, актер российский, актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, народный артист Российской Федерации. В 1956 году появилась на свет актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации Вера Глаголева. Событие дня. 1714 год. Петр I распорядился перевести все свои личные коллекции диковинок в новую столицу и разместить их в служебном помещении летнего дворца на Фонтанке, который называют на европейский манер куншткамерой, по-нашему теперь кунсткамеры, кабинетом редкости. Так рождается первый музей России, полное название которого сегодня Музей антропологии и этнографии кунсткамера имени Петра Великого Российской Академии Наук. 1865 год. Запрещение рабства в Соединенных Штатах Америки. А у нас в 1924 утверждение вторым съездом Советов СССР первой Конституции Советского Союза. 1933 год. Важная дата в истории радио. Постановление Совнаркома СССР о создании Всесоюзного комитета по радиофикации и радиовещанию. Многие поняли, что газет мало, а радио может помочь в пропаганде. В 1950 году президент США Гарри Трумэн объявляет, что он отдает распоряжение о продолжении работ над созданием водородной бомбы. Это ответ ученым, которые участвуют в ядерной программе. Они, в свою очередь, заявили, что потенциальная опасность подобного оружия для человечества перевешивает возможные военные преимущества, и от его производства следует отказаться. 1983 год. Использование ремней безопасности в автомобилях становится обязательным в Британии. Сегодня ремни работают в связке с новейшими системами активной безопасности. Так, в одной из немецких компаний придумали и запатентовали механизм, который автоматически подтягивает ремни за несколько секунд до столкновения, что значительно снижает риск получения травм. То есть водитель или пассажир принудительно помещаются в самую оптимальную позицию и встречают неизбежный удар подготовленными. Система получила несколько престижных наград и уже применяется на серийных моделях. Но никакая система не сработает, если вы решите не пристегиваться ремнем, а лучше пристегнуться. 1961 год. Первый запуск американцами в космос живого существа. Ну, конечно же, после нас. В Советском Союзе, как известно, запускали собак, а у них первенцем становится шимпанзе по имени Хэм. 1989 год. Начинают совершать регулярные авиарейсы. Самый большой в мире авиалайнер. Боинг 747-400. Размах его крыльев почти 65 метров. Пассажировместимость 566 человек. 1990 год. Помню, как сейчас. В Москве на Пушкинской площади открывается первый ресторан Макдональдс. Крупнейший на то время в мире. Все пытаются попасть в этот ресторан. Выстраивается огромная очередь, длина которой превышает длину очереди в еще работающий марзолей. Ну и последнее. 1865 год. В такой же день Дмитрий Менделеев защищает докторскую диссертацию. Тема очень просто звучит. О соединении спирта с водою. Он получает звание профессора Петербургского университета по кафедре технической химии. В дальнейшем расчеты Менделеева легли якобы в основу рецепта классической русской водки. А в некоторых источниках этот день и вовсе называют днем рождения напитка. Спешу сразу же напомнить, что алкоголь наносит вред здоровью. Это подтверждено множеством научных исследований и исковерканными судьбами не только злоупотреблявших алкоголем, но и их близких. Так что прежде чем подумайте о последствиях. С вами был Николай Пивненко в проекте Дата.